Мы продолжаем рассказ о главных событиях сегодняшнего дня. ФСБ задержало участников преступной группы из числа руководителей Минэкономразвития и других ответственных работников северо-кавказского региона. Всех их подозревают в рейдерских захватах в Ставропольском крае, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, участники группы пытались отнять бизнес по розливу минералки у одного собственника и передать другому, а также похитили газ. В сути обвинений чиновникам разбирался Сергей Гололобов. Оперативники входят в офис и предъявляют постановление о задержании мужчине в белой рубашке и сером галстуке. Дальше идут кадры осмотра шикарных интерьеров в красном дереве, резьбе и лепнине. То ли это личные хоромы подозреваемых, то ли это какие-то ведомственные особняки. Опергруппы спускаются в гараж, а там Бентли, Мерседес и прочие пафосные иномарки. Из сейфов вынимают очень много денег в рублях, долларах и евро. Где-то 1400. Не переставая трещит счетчик банкнот. В ходе пересчета пачки пятитысячных машинка показывает цифру 100, то есть полмиллиона. А таких пачек множество. Затем камера показывает еще одного мужчину Седовласова в домашних шортах, который, сидя на своей кухне, также читает постановление о задержании. Оперативное видео заканчивается вскрытием сейфа с охотничьим оружием. Так что ларчик открывается просто. Вот такие три штуки были у меня. По данным следствия, в преступную группу входили чиновники Минэкономразвития и бизнесмены Ставропольского края. Их подозревают в причастности к преступлениям экономической и коррупционной направленности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предварительно установлено, что один из задержанных, находясь в сговоре с предпринимателями в нарушении закона, способствовал досрочному прекращению действия лицензии одного из предприятий города Минеральной воды. Целью было незаконное завладение производственными мощностями организации, которая занималась добычей минеральной воды на территории места рождения в Ставропольском крае. Также члены преступной группы требовали передать им 50% акций предприятия стоимостью 70 миллионов рублей, угрожая насилием замдиректора компании, добавила Ирина Волк. При этом они препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу. Кроме того, задокументированы факты хищения подозреваемыми природного газа в особо крупном размере у одной из нефтегазовых компаний региона. Оперативниками на территории Московского региона и Ставропольского края проведено 17 обысков. Обнаружены изъяты средства связи, деньги, автомобили и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемых арестовали, против них завели дела по трём статьям. Превышение должностных полномочий, кражи и вымогательства. Фамилии фигурантов следствие не называет. Но, как сообщили источники РБК в правоохранительных органах, 21 марта по подозрению в хищении бюджетных средств был задержан один из руководителей Северокавказского подразделения Минэкономразвития Игорь Хроновский. Он, по версии следствия, предоставил в Минфин документы, по которым правительство разрешило АО «Кавмин Курорт Ресурсы» три года безвозмездно пользоваться скважиной минеральной воды номер 72 в Кавминводах. При этом лицензию на добычу минералки эта компания не получила, отмечает источник РБК в правоохранительных органах. В то же время Хроновского подозревают в том, что он незаконно собрал комиссию Федерального агентства по недропользованию, которая лишила другую компанию ООО «Кавмин Индер» прав на этот объект, из-за чего та фактически прекратила работу. То есть, в следствии полагают, что налицо классический рейдерский захват. 23 марта чиновника арестовали. А спустя сутки суд арестовал бывшего депутата Думы Ставрополья, экс-премьера Карачаевой Черкесии Владимира Кайшева и бывшего советника президента республики Евгения Куделю, бенефициара санатория «Минеральные воды-2». Кайшева заподозрили в вымогательстве 50% акций ООО «Кавминводы», которая выпускает воду под брендом «Новотерская целебная». Стала понятна и история с дорогой. По ней вывозили бутылки с разлитой минеральной водой. И эта дорога была единственная на предприятие, причем частная. Ею номинально владела бывшая супруга Кайшева Нурет. Фактическим же собственником, сообщают аргументы и факты Северный Кавказ, был сам чиновник. В 2021 году он нанял рабочих, и те перекрыли дорогу бетонными блоками. Фуры с минералкой не могли выехать с территории предприятия. Розлив остановили, завод был на грани закрытия. Дело же Евгения Кудели, на первый взгляд, не связано со схваткой за место у минеральной скважины. Розыскники полагают, что Кудели вместе с сообщниками осуществил незаконную врезку в газопровод и использовал газ для нужд своего санатория. Всего было похищено более 9 миллионов кубометров на более чем 75 миллионов рублей. Однако следствие посчитало необходимым объединить в единую преступную группу тех, кого подозревают в воровстве воды с газом и газа без воды. Их связь, скорее всего, прояснится в ближайшее время. Сергей Гололобов, Вести ФМ. США и их европейские союзники после терактов в Крокусе усиливают меры по борьбе с исламским терроризмом. Страны повышают уровень террористической угрозы. Сразу несколько европейских СМИ со ссылкой на спецслужбы указали на возможные каналы переправки религиозных радикалов с Ближнего Востока через Украину в Европу. Подробности расскажет наш европейский корреспондент Регина Севастьянова. Она на связи со студией. Регина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какие это каналы, через какие страны и насколько вообще точны эти данные? Ну, средства массовой информации тоже анализируют эту ситуацию. Начну с того, что сегодня политика, например, вышла с статьей, где вопрос заголовок возвращается ли ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. Журналисты пишут, что после кровавой атаки в Москве европейские спецслужбы еще громче начали говорить о том, что террористы могут планировать атаки и в странах Западной Европы. Например, об острой угрозе со стороны группировки на территории Германии в понедельник заявила федеральный министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фазер. В интервью Райниша-Пост она объявила о временном восстановлении контроля на всех границах страны, чтобы иметь возможность предотвратить въезд в страну преступников. Основное внимание будет уделяться защите от исламистов и других экстремистов. Дело в том, что ФРГ, как и Франция, в особой группе рисков в связи с проведением больших спортивных мероприятий, в частности, чемпионата Европы по футболу и Олимпиаде текущим летом, указывает газета Bild. Пятая республика повысила уровень террористической угрозы на территории всей страны до максимального на следующий день после атаки в Красногорске, ссылаясь на возможности исламистских нападений. О повышенном риске атак из-за открытого окна на границе Евросоюза спецслужбы, однако, говорили задолго до трагедии в Подмосковье. В начале года в специальном расследовании Bild указывал, Германия считает, что злоумышленники могут переправиться в Западную Европу из Таджикистана, в том числе через Украину. Я процитирую. По данным российской ФСБ, предполагаемые преступники имели контакты с Украиной. После нападения они хотели пересечь границу с Украиной. И хоть Кремль не предоставил доказательств, немецкие органы безопасности также подозревают, что многочисленные исламисты проживали на Украине и приехали в Германию, особенно в землю северной Рейн-Вестфалии. После начала войны указывает теперь автор Westdeutscher Rundfunk. Это была цитата. В прошлом году немецким органам безопасности удалось предотвратить нападение на Кёльнский собор накануне Рождества Нового года. Предполагается, что боевики ответвления ИГИЛ, ИГИЛ-К, о которых пишут все эти атаки в Москве, хотели убивать людей посредством наезда на них автомобилями. В собор тогда несколько недель охраняла хорошо вооруженная полиция. Канун Рождества были арестованы несколько мужчин, среди них и гражданин Таджикистана в Безеле. Семь мужчин из Таджикистана и Кыргызстана были арестованы прошлым летом в земле северной Рейн-Вестфалии, в том числе в Дюссельдорфе, Гельзенкирхене, в округе Вардедорф. Издание указывает, что они основали на территории Германии террористическую организацию и поддерживали ИГИЛ-К. На момент задержания у этих людей, подчеркивает СМИ, еще не было конкретного плана нападения, но они уже приметили потенциальные цели и как раз пытались добыть оружие. Так, собственно, их силовики и вычислили. СМИ пишут, что силовики подозревают, злоумышленники изначально действовали на Украине, а весной 2022 года приехали в Германию, чтобы сформировать террористическую организацию. Цитирую. Секретные службы полагают, существует большое количество подозреваемых, которые, как утверждается, добрались до Европы через Украину. Это уже публикация австрийской газеты «Гойте». Это совпадает и с результатами расследования полиции в отношении подозреваемых в терроризме из Вены, которые были арестованы утром 23 декабря 2023 года в центре для беженцев. 28-летний таджик и его 26-летняя жена планировали нападение с применением взрывчатки и автоматом в Калашниково в центре Вены вместе с сообщником 30-лет, которого в итоге арестовали на территории Германии. Известно, что пара приехала в Евросоюз с Украины в феврале 2022 года на поезде, потому что Вена очень красивая, говорили они тогда сами следователям. О планах атаки узнали уже немецкие спецслужбы, перехватив соответствующие сообщения в чате Facebook. Маловероятно, что подозреваемые из Вены и преступники из Москвы знакомы лично подчеркивают журналисты в своей публикации. Однако несомненно то, что оба, как утверждается, действовали от имени одного и того же ответвления террористической организации. Предполагаемый профессиональный подход с применением боевого оружия, такого как штурмовые винтовки и взрывчатка, также говорит в пользу террористической организации, заключают журналисты издания. Александр. Спасибо, наш европейский корреспондент. Суд в Лондоне начнет сегодня слушание по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Решение о выдаче было принято еще два года назад. С тех пор одну апелляцию основатель Вики Ликс проиграл. Теперь суд примет решение разрешить ли Ассанжу подать вторую апелляцию. Если нет, начнется процесс экстрадиции в Америку, где австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы за обнародование секретных сведений администрации США. С подробностями наш европейский корреспондент. Елена Балаева, она на связи со студией. Елена, здравствуйте. Да, добрый день, Александр. Сегодня краеугольное заседание в суде Лондона, потому что сегодня суд примет решение, которое даст понять, будет Ассанж экстрадирован, случится ли это точно, или все-таки есть еще одна попытка затянуть этот процесс, возможно, даже отменить. Но я напомню, что уже пять лет Ассанж находится в тюрьме строгого режима на востоке Лондона. Он борется с экстрадицией. До этого семь лет он укрывался в посольство Эквадора, даже когда-то принял в гражданство Эквадора, потом, правда, его лишили этого гражданства. И таким образом Ассанж пытается воспрепятствовать своей экстрадиции в Соединенные Штаты, где его по многочисленным обвинениям суд хочет привлечь к ответственности, даже не за то, как говорят американцы, что Ассанж работал журналистом и публиковал секретные документы о действиях американских военных, американской администрации касательно Афганистана и Ирака. А то, что он своими действиями, своими публикациями поставил под угрозу жизни большого количества американских военных и американских дипломатов в этом регионе. В 1922 году суд принял решение, что Великобритания должна выдать Ассанжа в Соединенные Штаты. Там действительно, как вы сказали, до 175 лет тюрьмы ему грозит по совокупности вот этих обвинений, если его признают виновным. Ну а в том, что его признают виновным, если этот суд в Америке все-таки начнется, уже, по-моему, ни у кого нет никаких сомнений. В феврале этого года команда Ассанжа, у него до сих пор в Великобритании очень много защитников, сторонников, людей, которые постоянно все эти годы собирают деньги для того, чтобы вести вот эти сопротивления британской системе правосудия американской. Так вот, команда его в феврале подала первую апелляцию на решение об экстрадиции, которое было принято британским судом еще в 1922 году. Но тогда эту апелляцию проиграла. Сегодня суд примет решение, можно ли разрешить команде Ассанжа подать вторую апелляцию. Команда собирается представить так, что Ассанжа по политическим мотивам американские власти хотят привлечь к суду. А если действительно так, тогда Великобритания не должна выдавать Ассанжа, потому что если имеется угроза преследования человека по политическим мотивам, тогда британский суд не имеет права в Америку отдавать людей. Если же суд скажет, что нет, вторую операцию позавать нельзя, тогда уже буквально в считанные часы может быть принято решение о том, что Ассанж будет перевезен из тюрьмы на востоке Лондона в аэропорт, а потом посажен самолет и экстрадированы Соединенные Штаты. Но я напомню, за то время, пока Ассанж находился в посольстве Эквадора и содержится в тюрьме, он как-то обжился, он даже женился, у него сейчас растет двое детей, но, как я уже сказала, у него по-прежнему огромное количество сторонников, которые говорят, все действия, которые вел Ассанж, он вел как журналист, раскрывая правду о действиях американской администрации в Ираке и Афганистане.